Андрей Митрофанович Кижеватов – один из руководителей обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны. Начальник 9-й пограничной заставы 17-го Брестского пограничного отряда войск Народного комиссариата внутренних дел СССР. Герой Советского Союза – лейтенант. Погиб в июне 1941 года. О нем помнят. Его именем названа одна из улиц города Бреста и 11-я пограничная застава. О нем снимают фильмы и пишут картины. Это неординарный человек, который, находясь здесь уже в возрасте 33-х лет, достаточно был зрелый мужчина. И, конечно же, он был представителем командного состава и сумел не только сам организовать оборону, поднять на борьбу с врагом и других бойцов, воинов-пограничников. И, конечно же, он сделал все необходимое для того, чтобы защитить свою родину, защитить свою семью. Это герой-пограничник. С этим героем связана неразрывная судьба всех пограничников, как и нынешнего, так и настоящего поколения. Тем более, отрадно осознавать и понимать то, что одна из пограничных застав Брестской разуменной пограничной группы носит имя героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова. Это один из защитников государственной границы во времена Советского Союза, во времена, когда напали у нас фашистские захватчики. Он совершил подвиг, который служит на сегодняшний день примером для подрастающего поколения. Эта память должна сохраняться на протяжении всего существования, я считаю, нашего государства. Потому что именно на этом подвиге строятся нынешние каноны воспитания подрастающего поколения. Накануне в торжественной обстановке состоялась передача картины «Непобедимый портрет» Андрея Митрофановича Кижеватова. Художник из России Антон Стекольщиков еще в 2016 году изобразил на ней героя Великой Отечественной войны – защитника Брестской крепости. А уже сегодня эта картина размещена в символичном месте – в Музее обороны Брестской крепости, мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Я передаю портрет лейтенанта Кижеватова. Почему Кижеватова? Потому что это один из героев. И вы знаете, те портреты, которые я видел, написанные, они написаны по очень такой утраченной фотографии с большими утратами, ретушированной. И мне захотелось создать его образ на основе этой фотографии, на основе того фильма, который я видел, замечательный, про Брестскую крепость. Вот нечто среднее в себе, что называется, переварил и создал вот этот образ, который находится за моей спиной, который сегодня торжественно для меня этот праздник передается в Музей Брестской крепости. Как известно, каждый художник, прежде чем написать картину по какому-либо событию или портрет того или иного человека, чья история затрагивает каждого до глубины души, он переживает такие эмоции, которые потом, глядя на конечный результат картины, передается нам, зрителям. Картина никогда не получится, если ее просто писать, даже имея чистое мастерство. Обязательно надо пропустить через нутро, через себя, через душу. Не зря говорится, художник должен тратиться душой. Я не буду говорить, как технически рождался этот портрет, как и многие мои вещи, через какие трудности, через какое неудовольствие меня, самого меня, да? И помочь мне в этом никто не может, даже мои родители художники. Потому что это моя арена для битвы, это мое Куликово поле, это моя Брестская крепость, мой холст. И в данном случае тоже с этим портретом было не все так просто. Стирал, перетирал, срезал мастихином, мучился, слился сам на себя, опять вдавался в историю, читал, смотрел кадры из фильма, опять вчитывался в историю Кижеватова, смотрел на его вот этот вот, ну, такой портретик фотографический, фотографию, в общем, не очень, не очень образную. Мне хотелось создать образ, образ стойкого героя крепости. Картина «Непобедима» – одна из самых ценных работ художника. Именно она станет важным историческим артефактом свидетельства мужества, стойкости и героизма солдат, которые защищали свою землю.